Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще и Sid Meier Civilization 6 в частности. Вы видите и слушаете Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И смотрите продолжение партии за нового лидера Харальда. Подробности партии в первой серии. Ссылка на неё в описании и в прикреплённом комментарии. Точнее, не на неё, а на весь плейлист, где спонсоры канала, кстати, всей серии могут видеть сразу. Большое спасибо вам за поддержку, благодаря этому и хочется делать видео. Я только сейчас заметил, что в принципе наши юниты очень-очень похожи на варваров теперь. То есть только приглядываться надо, чтобы тут, например, лучники прям еле-еле заметны, что там синеньким. Это как в пятой циве юниты эфиопов похожи на варваров. Ладно, ну что, продолжаем. Вышли в тёмный век. Уберу свою рожу. Я так думаю, что возьмём на исход евангелистов. Что тут явно я планирую религию основывать. Кстати, я вот говорил, что прежде наняты пророки, на самом деле, ведь это два учёных наняты, а не пророков. Так что это не пророки нифига. Так, а вот я забыл, куда я первым делом хотел этого поселенца вести. Ну, я думаю, тут от меня никуда не денется место. Наверное... Я вот просто думаю, вот по лояльности этот может отваливаться из-за... Семь жителей в Шеффилде это довольно сильно влияет. Может, сначала всё-таки сюда поставить. Наверное, сюда поведу. Так, Окленд хочет озарение для мореходства. Это на побережье. Блин, так может тогда сюда везти? Потому что Окленд нам надо союзить и использовать его юниты. Блин. Так, ну да, Исход Евангелистов берём. Сколько у нас там... Надо всё-таки почитать проекты на Пророка, я думаю. Пока Магнус не присел. Ну, вообще, Магнуса мы уже повысим на снабжение. Чем надо было Рейну, возможно, брать. Но, в отличие от Венгрии, Рейна тут не так... Ой, не Рейна, извините. А Мани, конечно же. А Мани. А Мани и, типа, посылать в ГГР. Но я думаю, что вот следующую прокачку мы возьмём Мани и отправим в Окленд. Прямо, чтобы 100% нас не перекупили. Но! Но! Дело в том, что я не знаю, сколько там юнитов. После того, как их взял... Людвиг. У Окленда. Поэтому такой вопросик, конечно. Так, походу, нам вот сюда надо будет священочку ставить. Потому что и рядом с горой, и на реке. Блин, непонятненько, конечно. Блин, как я... Как меня это задалбывает? Почему я постоянно из центра города не тот юнит вывожу? Просто вот горит рабочий. Почему выбирается дуболом, и он выводится? Каждый раз у меня тут это постоянно происходит. Что-то с интерфейсом, я считаю. Так, жилье, производство. Вы придумаете, где нам ромашку делать? Ромашку придется, видимо, где-то вот тут. Но... Если мы поставим... Так, города... Блин. Сложновато, честно говоря. Сложновато сообразить. Или здесь. Просто здесь, получается, ромашка займет... Эти поймы. На которых надо бы... Ну, вообще, вот здесь могу, конечно, дамбу построить. Но пока дамба будет построена, тут будет затапливать постоянно. Так, очень серьезно. Ну, вообще, вот тут ромашка мне больше всего нравится. Тем более, что... Тем более, что вот тут районы еще будут от соседства с центром города иметь бонусы. Точно можно на реке священочки поставить. Надо придумать, что конкретно. Ну, понятно, что и центры коммерции будут, и... Ну, раз тут у нас дамба... То, очевидно, надо сюда будет ставить промышленную зону. Возможно, даже сюда промышленную зону из какого-то этого города. Это будет лучше, чем... В ромашке иметь. Видите? Плюс пять, плюс три. Ну, тогда так. Предположительно... Центр коммерции. Священочка. В этом городе, сто процентов... Например, тут... Центр коммерции. Священочка. Ну, и остается тут какой-то район для... Наверное, кампус. Хотя тут кампус есть. Тут горы есть. Тут, например, у нас плюс три, да? Или тут плюс три. Так, тут что-то надо переиграть. Вот тут должен быть промышленный район, наверное. Все-таки. Потому что Центр коммерции и Священка должны быть на реках у меня. Ну, знаете что? Предположим, например, вот этот промышленный... А, тут далековато для этого города. Хорошо, мы можем Священку, например, сюда... Или... Нет, тут... Вообще, можно сюда... Ну-ка, если я сюда Священку поставлю... Наверное, плюс два будет. Не, плюс один. Ну, не хочется что-то на тундре сделать. Ладно. Ну, вот ромашка мне нравится здесь. Так, а как мы в этом городе? Может, еще рабочего пока. Какие-то районы надо делать. Вот эту клеточку я бы выкупил. Потому что я скоро... Выполню задание окланда. Соответственно, это посол туда добавится. Ну, как скоро? Сколько тут нам идти? Адов восемь. Ну, лучше уже выкупить на всякий пожарный. Блин, я не могу сказать, что мне в этом городе строить. А центр коммерции у нас... Где? Вообще, надо идти в центр коммерции, я считаю. Нам нужны деньги. Чтобы был максимальный прирост денег. Поэтому... Письменность... Деньги. Ставкирка у нас открывается здесь, получается. В теологии. Ну, в любом случае, мы идем в политическую философию сначала. Какое-то чудо еще имеет смысл построить. Тут что-нибудь поменяем. Так, мы политическую философию сколько открываем? Четыре хода. Поселенца мы точно не будем сейчас строить. Так что, наверное, это заменим. Может, реально какое-нибудь чудо попробовать в Сарсбурге? Большой бассейн, висячие сады. Поставить карточку на чудеса. Что висячие сады, что большой бассейн, компьютеры любят строить. Поэтому можем не успеть. Ускоряет рост всех городов. Не получается. Ну, мне больше висячие сады, конечно, нравятся. Ну, давайте попробуем. Вот сюда. Все, и будем вот этим рабочим вырубать леса тогда. Может, может, получится построить висячки, кстати. Так, общее право прохода. И они мне еще заплатят за это. Ну, вообще, почему нет? Елизавет. Так, они еще в войне с... С Людвигом? Нет, уже замирились. Уже замирились. Блин, мне, наверное, надо все три заряда тут на выруб леса потратить. Иначе можем... Так, как бы наш тут поселение... Так, ну, вообще, у меня только этот лес сгорит, и все. Дальше, по идее, не должно распространяться. Ладно, терпим. Тут что-то решил не убивать меня. Лучников. Так, еда, производство, еда, производство, еда. Угу. Ну, нормально, пророков... Там вот набивает Англия, но я, по идее, раньше должен. У него плюс шесть идет. Так, какие клетки обрабатываются? Все верно. На три хода ускоряет. Я думаю, что и должны мы висячки построить. Очень, очень хочется, во всяком случае. Большой бассейн. Ну, вот большой бассейн чаще строят, чем висячки, но и висячки тоже очень любят комп. Так, деньги через четыре хода откроются, и уже открыт кампус. И священочка. Так, ну мне этим рабочим надо просто вырубить все вот эти клетки здесь. Начнем с кукурузы, потому что она ничего не ускоряет, просто деньги дает. Я просто думаю, что... Какой район мне в этом городе первым стоит делать? Наверное, все-таки священку. Ну, пустой просто стоит. Ну, явно же появится сейчас какой-то варвар тут. Будет обидненько, если построят... Так, Сарсбург, расти некуда, чисто на производство. Переключаем. Восемь ходов. Не, нормально, должны, мне кажется. Должны. Так, сейчас посмотрим. Ну, что-то плюс шесть прямо. Англия там что? Откуда у нее столько очков пророка капает? Есть строитель. Наверное, стоит еще строителя тогда делать. Вырублю, вырублю. А этим строителем... Начну тут строить. Этим строителем еще камень, наверное, вырублю. Хотя Магнус вообще без дела тогда получается. Так. Прям автократию хуйню. Ну, блин, 10% всего. Я бы античную республику брал. Это и счастье, и прочее. Так. Внутренней торговой пути у меня нету. Монашество. Что, монашество взять? Слушайте, я не поменял поселенцев карточку? Да е-мое. Так, давайте сначала заберу вот этот лагерь. Пока. Сюда ведем посела. Ну, теперь-то уже, наверное, надо... Хотя... Но она быстрее возьмет пророка. Так, а какая там религия была основана кем-то? Православие. Надо читать молитвы пока. И мистицизм два хода. Вот надо сейчас убрать все-таки на поселенца. Я могу потом через три хода, я могу сейчас один ход и два хода мистицизм открыть. Так, мы еще строим рабочего и чудеса. Значит, ставим на строителей, на чудеса. Плюс два влияния. Ну, против варваров, наверное, уже нету смысла. Может, просто производство в городах. Покупка клеток. Покупку клеток, кстати. Тоже неплохо я тут собирался вот эту клетку, в общем-то, покупать, например. Я уверен, что мы в героический век выйдем. Сейчас не успею я хоть как-то помочь скауту. Блин, может, мне надо было еще, знаете, что надо было двойной опыт скаутом взять. Этот мог бы быстрее тогда полечиться. Да, все-таки убьют мне этого скаута, к сожалению. Как пирамиды. Нормально. Ну, да, вроде как висячки наши будут. А где-нибудь следующая прокачка? Здесь. Блин, надо, может, было все-таки Амани брать, а не Магнуса. Ну, это точно первый губернатор, необходимый венграм брать. Это прям 100%. Ну, просто потому что там это дает еще больше послов. Каждый раз ты кидаешь Амани в город, нанимаешь армию, и тебе это плюс два посла, да? Вопрос, с центра коммерции начинать или со священочки? Наверное, все-таки с центра... А, у нас до центра коммерции ход. Тогда ждем. Тогда ждем. Блин, тут какие-то города надо в этой тундре ставить, но... Такие мяса какие-то грустные. Честно говоря... Все, покеда. Хороший был скаут, но его зажопили, так сказать. Так, центр коммерции. Все-таки хочу начинать с него. Дальше переключим на мистицизм. Коммертицизм. Блин. Один ход позже. Ну, ладно, я тут просто отложу постройку поселенца. И, вроде как, висячие сады. Все-таки. Блин. Что? Вот он как-то с этими скаутами постоянно становится в те места, которые мне нужны. Так, это мы сейчас выполним задание, да? Вообще, надо перебрасывать постепенно юниты к городам Англии. А здесь, наверное, идти в арбалеты. Так что нам нужны древние стены и железный рудник. То есть, каменная кладка сначала. Железный рудник, по-моему, да, тут доступен. Ну, тут надо этого прачника все-таки убить, поймав. Отлично. Отлично. Ну, плюс 15% к росту всех городов. Пророк. Кто у нас пророк? Лао Цзы. Блин, а это из какой религии? Так что, мне интересно, что там взяла Англия. Накорми мир. Блин, мне бы накорми мир неплохо зашло. Ну, что, трудовую дисциплину, что ли, брать? Не то, чтобы у меня тут... Большие были бы... Прибавки, правда. Ну, хотя тут три будет. Ну, то есть, шесть производства. Тут восемь производства. Блин, ну что может Лао Цзы? Основать. Сейчас погуглю, ребят. Лао Цзы, что переводится с китайского как Старый Младенец или Мудрый Старец. Старый Младенец или Мудрый Старец. Древнекитайский философ 6-5 веков до нашей эры, которому приписывается авторство классического даотского философского трактата Дао Дадзин. Так, значит, даосизм мы открываем. Основываем. Ну, это да, знаменитый норвежский философ Лао Цзы. Так, ну что, давайте решать. Ну, медитация Дзен точно неинтересна. Все чудеса света плюс 4. Такое. Мощи юзидская. Ну, короче, тут либо религиозное сообщество, либо трудовую дисциплину. Международные торговые пути плюс 2 золота городам со священными местами и еще плюс 2 золота каждое здание в священном месте. Тоже интересно. Не, ладно, трудовую дисциплину возьму. Не знаю, почему-то хочется именно ее. И гуртвару, наверное. Или ступу. Наверное, гуртвару все-таки. Я думаю, что у нас больше с жильем обычно проблемы и с едой, чем со счастьем. Тем более у нас тут нет ограничений на торговлю. Драму и поэзию ускорили. Теологию ускорили. Устаревшее чудо света. Уже висячие сады устаревшее чудо света. Прикол. Блин, стены в Шеффилде уже построены. Так, выполнили задание Окленда. Ну ничего, у него 3 юнита всего лишь. Я, конечно, понимаю, что стоит всего 23 золота провести мобильный. А он что, воюет с Кабулом? Нет, вроде. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Круто у Англии, Килиманджаро. Пять городов уже стоит. И в Германии пять. Я только четвертый пока поставил. Так, тут откладываю производство, потому что будем... Поселенцы делать, а на следующем ходом карточку взять. Так, ну тут, наверное, с... А, я не могу собирать. Каменная кладка нужна. Ну тогда ждем каменную кладку пока. Могу еще этот лес вырубить, я думаю, сначала, да. Так и сделаем. Точно нужен таран, точно нужны арбалеты. И что там еще? И, наверное, мечники тогда получать. Мне надо... Мне надо этот... Это железо обработать. То есть еще строители нужны. А... Берсерки... В берсерке можно кого-то... Ага, мечники как раз. Значит, нам и через мечников надо идти. Потом их в берсерков апать. Так, тут тоже откладываю на один ход, чтобы священку начать. Блин. Тут я же хотел... Не, все-таки надо... Надо рабочего. Я хотел отложить, типа, поселиться, строить. Но рабочего надо. А тут откладываю. Так, а что это тут за колясочка? Вообще, 193 силы у Англии уже. Так, значит, тут ставим... Ну, вместо... Строительства чудес, я думаю. Соль могу продать. Так, подождите, а две у нас за счет Апленда, да? Блин, ну мне эта армия не поможет. С другой стороны... Ну, если захватить город, ну, с другой стороны, можно объявить войну просто... Там же не за захват города, а за убийство юнитов у нас способность. Так что, может быть, все-таки... Начать уже. 23 золота всего стоит. И вот этого... Скауту. Ну, короче, объявить войну Англии, пускай она свои юниты ведет. А мы их будем потихоньку щелкать. Тут вопрос не в захвате городов, а в получении бонуса от способности Норвегии. Так, соль давайте продадим таки... Виктории. И дальше... Да, драма и поэзия и теология нам нужна. Потому что тут ставкирка, и тут бонус соседства для священного места. Валим. Так, а может, ему реально лошадей продать? Мне-то, в общем-то... Лошади, я так понимаю, что и не нужны особо будут. Видите, что мне вот право прохода не надо? Так, он хочет четыре, чтобы я ему голоса дал. Может, ты мне еще денег больше дашь тогда? Семь в ходу. Ну, давай так лучше. Нормально. Вполне устраивает. Эти минанки построил кто-то. Так, стены нужны. Ой, видите, Сарсбург начал отваливаться. Так, ну тут... Поселенец. Железо обрабатываем. Блин, он еще так нехило отваливается. Минус пять. Тут надо бы стены... Сейчас я объявлю войну. Так, а куда делся скаут английский? В неизвестность. Гипс у Элизаветы. За 17 золота и одно в ход? Нет, наверное. Во-первых, у меня свой тут должен быть, да? Во-вторых, я все равно буду войну объявлять. Блин, вообще как-то мало юнитов у ГГшек. Ну что, он тут дальше, что ли, поскачет? Эта коляска... Неприятная. Может, дуболомов больше построить пока? Срок действия декларации дружбы с Викторией Стёп. Ну, еще. Наверное, делегацию к ней отправлю. Чтобы инфу получать. Так, тут камень собираем. Блин, очень хочется уже войну объявить Англии, но... Мне кажется, эта коляска нам... 5,3. Я думаю, что когда тут город поставлю... Видите, возможно, стоило тут город ставить. Все-таки сначала. Я... Позарился на... Лишнего посла в Окленде. Это не то, чтобы нам как-то... Много что дало. И оно дает производство в этом хотя бы городе на каких-то клетках. Но такое. Вообще слабенько. Бьет. Минус 5,3. Не соображу, как мне тут лучше поймать... Этот юнит. Так, ну, явно... Надо дуболомов построить. Только карточку... Сменим, наверное, тогда. Наверное, рудник поставлю. Производство немного. Ну, куда-нибудь же дальше поскачет. Вот это в тылу иметь... А, он... Да, уже... У нас же открытые границы. В тылу иметь коляску очень неприятно. Все миры, университет. Так, меняю, наверное... Строителей на... Подготовку антикавалерийских юнитов и ближнего боя. О, слушайте, может последний героизм У меня просто некуда ставить Карточку эту Может тогда правительство сменить на На олигархию Так, антикавалерийских юнитов Содержание юнитов Видимо, и тут ставим Плюс 5 Ближнего боя Может объявить войну Все-таки Он меня сейчас грабит И он сейчас дальше поскачет Все как-то неудачно Эта коляска английская сюда приехала Очень неудачно Просто, ну Блин, мне еще надо дальше города Как-то особенно Шингети первому Главным образом Хотя с другой стороны, кажется, Кабул Да, блин, придется, наверное, Кабул союзить Потому что Там Должно быть больше юнитов Начинаю уже Отставать по науке Смотрите, звук армии Уже Англия сделала И он стоит здесь этим Этой коляской Ну что ты делать будешь? Я не могу объявлять войну Потому что мне надо город поставить Наверное, следующим ходом Все-таки объявлен Ему, я смотрю, коляски Некуда деться Просто отсюда Ему просто некуда Походить Так, ну пора Воинов делать Откладываем Открытие мечников Пока Здесь можно колесо И в инженерное дело Где-то древний сен Надо строить Не поймут уже Где пока В Сарсбурге, что ли О, ясь Валетта где-нибудь была Блин, а можно мне Этого лучника Нельзя Сколько ходов Они еще 14 Ладно, давайте Войну объявлять Слишком долго Тянем А, ее выкинуло Еще к тому же Блин Несподяванка Он, наверное, будет Атаковать этого Но не должно Убить Это, знаешь, мне надо Убивать именно Нанятыми юнитами Только вот В случае с этим Скаутом Надо убивать Как есть Иначе он Бедно делает Лучника Еще и варвары Снизу Ну это какой-то прикол Просто Так, сюда Идем О, кстати Зато Сарсбург Перестал отваливаться Почему-то Все, наверное, убьем коляску Все, следующим ходом Хочу посмотреть Сколько нам Ну, то есть Нам должны дать По идее 28 Должны дать 14 науки 14 культуры И 14 веры Заход Ну, не в ход А, в смысле Единократно Однократно Так Торговцы Я, наверное, куплю Дальше Строим Священное место Торговцы Отсюда Или Или, блин Лучше Из Сарп Сарпсбурга Чтобы тут Дорога была Доступно повышение Ну, что ж Смотрим Блин, что-то Варварно Трендерское Так Оба И убиваем Девять Культуры Девять Так А почему Девять А не Четырнадцать Даже Ну, считать, что это Для Нет, не понимаю Почему Девять То есть Семь Должно было Сетевой быть А, потому что На этой скорости Маловато Маловато Будет Блин, реально Очень Похожи Юниты На Мои На Варварские Я вот Просто Когда-то Отвлекся Например Смотрю И думаю И начинаю Смотреть Где мои Юниты А где Варварские Конечно Тут С изображениями Так А так Не убьют Ли Мне Наверное Могут Убить Лучника Так что Я вот Сюда Отойду Так Куда мы Поведем Этот Город Ну там Точно У нас Место Надолго Вряд ли Тут Кто-то Посадь Надо Ставить Вот сюда Я думаю Ну что И продолжаем Наверное Поселенцев Делать Следующей Эпохе Еще Далеко Ну то есть Я подумал Может за веру Покупать Но нет Надо Поселенцев Тем более Мы там Не теряем Жителей Так Еще Вырасти Тут Никак Может Переключить Частично И Детри Вот Может С Железа На пшеницу Сейчас Залочу И Вот Так Шесть Ходов Так Вот это Получше Уже Лучше Так Сделаем Поселенец Столько Же Ходов Строится А Город Нам Надо Что Брос Так Тут Мы Дорогу Провери Наверное Из Ставангера Надо Дорогу Вообще Нам Подожди У меня такое ощущение Что я в Ставангере Покупал Покупал Этого Уже Торговца Ну Так у нас два торговца А где второй Пишет Один из двух А Ну вот же он бегает Вот А из осло Я отправил Я в осло Покупал Ну в общем Из Ставангера Нам надо Я думаю В данном случае Отправить Так Продолжаем Дуболом Сколько нам Дуболомов Сделать По-моему Что-то 55 стоит Да Апгрейд Из мечников Из дуболомов В меч Но у нас еще и Железа не так много Давайте может еще одного Буквально одного Сделаем Или подождите Или здесь Стены делать Нам же еще Стены нужно Давайте здесь Стены Блин 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 Девять ходов Все очень долго А дуболомы Еще одно Вот тут Наверное Хотя Мы только поставили город Одно Монумент У меня два дуболома Только Блин Может в столице Пока быстро Сделать Сделать Один ход Вот Давайте Один ход Дуболома Сделаем Хочу еще одного И открыть уже Мечников Так Ну и постепенно Давайте Инженерное дело Что построили Мачу-Пикчу Людвиг Причем Хорошее чудо Мачу-Пикчу Так Теология Ставкирку Можем делать Уже Храм Махабодхи И Удвоение От священных мест Но у меня пока Только одно Священное место Нет Два Да Два Священных места И оба По единице Мне кажется Что пока не стоит Наверное ставить Что у нас тут еще Поселенцы Мне это важнее И последний героизм Мне важнее Реально Так Вот тут можно карточку Создание Юнитов Поменять Потому что Я пока не буду Их делать Плюс пять Против варваров Наверное Плюс пять Против варваров Поставим Так Так Нам надо Убивать Скаута Вот этими Нанятыми Напоминаю Что только Убийство Ими Дает нам Три 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 Да Красивенько Мне нравится Так А вот здесь Как мне убить Нельзя атаковать Видите Иначе я убью его А этим А этим Так Надо вот этим Постоять Полечиться А Тут Опыт Есть О Тогда Это копье Не трогаем Пока И тут А что я пропустил Это Все Можно было Так Теперь Открываем Мечников Забираем Ну вот И нам Еще Одно Очко Дадут Что мы В мечников Апнемся И Еще Одно Очко Где-то Я думаю Мы найдем Тут Еще Ого Сколько Времени Так что Мы Точно В Героический Век Выйдем Времени Так Буря Далеко Но Эти Нам Нужно Еще Почему Им Инженерное Дело Еще Катапульты Нужные Будут Чтобы Шеффилд Брать Или Таран Все-таки Делать Вопрос Так Мы Военную Традицию Наверное Откроем Там Потому что Это Дает Бонус За Атаку С фланга Исследуйте Строительство Водяная Мельница Кстати Водяная Мельница И в Столице Неплохо Будет И в Сарсбурге Неплохо Пока Я не Собираюсь Эти Пшеницы Но В Сарсбурге Надо в первую очередь Конечно же Стены Блин Че-то там Чудеса Стали строить Стоунхендж Блин Сам Убил За Меня Решил Покончить С собой Джебель Баркал Нет Нужно Уже Рабочих Боб Еще Опять Шесть Ходов Уже Два Хода Шесть Ходов Поселения А Нет Я Я Этот Дуболома Построил Да Железо Мы Естественно Продавать Не будем Железо Мы будем Апать Вот Конечно У венгра Еще круче В том Что Нанятые Юниты Очень дешево Апаются А в моем Случае Не хочется Тратить Деньги На ап Юнитов Которые Через Через Десять Ходов Прекратят Быть Моими А Ну да Пятьдесят Это На Сетевой Скорости Все Ребята Сетевой Скорость Железа Не хватает А у нас Один Сточник Железа Да Вообще Нигде Вот Еще Железо Сейчас Давайте Проверим Потому что Железа Маловато Конечно Надо попробовать Купить Но я уверен Что сейчас Не будут Продавать А вот Железо Черт Вот это Надо обработать Побыстрее Ну так то Три источника Железа В принципе Нам С железом И лошадьми По хорошему Повезло Слушайте А вдруг Кто продаст Купить Стратегические Железо О Людвиг Готов А Лошадей Он Лошади Лошади Ему Не нужны Жаль Ну попробуем Ну не лошадей Просто дофига Так Сколько И За Сколько Он Готов Это Сделать 109 И 25 Вход Не Хорошо А если мы Меньше Возьмем Хотя бы Нам Нужно Там уже 12 дней Железа Но у меня Еще дуболом Будет идти Ладно Давайте Подождем Я все равно Следующим Не этим Не следующим Ходом Еще апгрейдить Не буду Хотя вот Еще у меня Один Пойдем Потихоньку Сюда Вот это Неудачно Дорога Я думал Дорога Вот так Проложится А вот так Она сделана Это конечно Так себе Что-то Англия Никакими Войсками Не идет Эх Грустненько Пока Не особо Работает Эта Способность Этого Харальда Ну ладно Сработает Как Как Она будет Продолжаться Давайте Уже В следующей Серии Тогда Тут Никакие Карточки Пожалуй Не буду Менять Хотя Вот это Опять же Может Нет Варваров А что нам Тут Взять Может Поставить На кавалерию И одну Лошадку Или я Не Я не открыл По-моему Лошадку Еще Верховая Езда Тут Еще Стена Долго Вообще Кстати Можно Верховую Езду Отпусть Потому Что Где-то Через Два Хода Уже Должно Быть Ускорение А мне Еще Стены Шесть Ходов Строить Так Что Пока Так И Тут Наверное Не будем Ничего Менять В правительстве Хотя Может Эту Поменять Изоляционизм Не Ну я Там Город Должен Ставить Не Хочу Изоляционизм Двойного Под Юнитом Разведки Лояльность У нас Тоже Норм Тихо Блин Морских Юнитов Но я Не буду Пока Строить Морских Юнитов Я На самом Деле Поставил Карточку Тут Да Пока Не будем Менять Мало И где-нибудь Появятся Варвары А вот Последний Героизм Наверное Я бы Заменил На На Строителей Более Что В Осло Вот мы Сейчас Будем Строителей Делать Так что Давайте Я поставлю Карточку На Строителей Вместо Последнего Героизма Так Здесь Поставим Собственно Делаться Строителя Может Купить Купить Еще 195 Стоит Так Мы тут И делаем Строителя И куплю А мне Нужно На Апгрейд Буквально 70 То есть Это И хватит На Это Мне Железа Не Хватает Скорее Чем Денег Так что Да Куплю Строителя И Продолжение В следующей серии Спонсоры Могут Поискать Продолжение Прямо Сейчас В плейлисте Ссылка В описании В прикрепленном Комментарии Для всех Остальных Выйдет Завтра Играйте В умные игры Всем пока Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер Спасибо И Спонсорство Спасибо За Поддержку До Следующих Видео